Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Бывших комсомольцев не бывает. Именно под таким девизом на минувшей неделе прошел вечер встречи, посвященной Дню Комсомола. На мероприятии побывал и мой коллега Константин Меркушев, который раскроет подробности. На минувшей неделе в преддверии Дня Комсомола состоялся вечер запоминаний под названием «Ничто на земле не проходит бесследно». В здании АРТ собрались как заслуженные комсомольцы советского времени, так и современная молодежь. Основной целью данного мероприятия не только воспоминания комсомольских времен, но и передача опыта молодому поколению. Когда приглашают комсомольцев и рассказывают им об истории комсомола, они это и так хорошо знают. Это, конечно, приятно слышать цифры и факты, но они как раз эти цифры и факты делали. И лучше, если мы это будем молодым совсем, юным общественным деятелям рассказывать. А вот сегодня нам хочется, чтобы они отдохнули, чтобы они, может быть, у молодых людей развеяли миф, что мы были такими правильными, такими, вот знаете, все выстроены и не делали никаких ошибок. Нам как раз хочется сегодня вспомнить и курьезы наши жизненные, и какие-то, может быть, наши ошибки, проступки, которые тогда, в то время, ну не просто были моим секретом, а были вот как-то разобраны на комсомольском собрании. И вот сейчас об этом поговорить, это правильно или это неправильно. Организатором мероприятия в этом году стал Молодежно-подростковый центр самоцветы и Молодежное общественное объединение. В этот вечер не раз говорили, бывших комсомольцев не бывает. На мероприятие пришли настоящие активисты. В их числе секретари городского комитета, а также люди, которые друг друга знают и продолжают такую же жизненную позицию. Одним из приглашенных заслуженный комсомол Виктор Сухачев. Очень приятно, я даже не ожидал. Так что, конечно, мы то поколение, которое еще живая история. Если мы уйдем из жизни, уже вспоминать о комсомоле будет веком. Хотя мы стоим у истоков тех молодежных объединений, движений, которыми сейчас занимаются эти самоцветы. И опыт которой работы с молодежью и структуры организации молодежного движения мы должны передать нынешним руководителям молодежных организаций города Кумертау. У Виктора Ивановича комсомольская работа длилась целых 10 лет. За это время он находился на таких должностях, как заместитель секретаря комитета комсомола, секретарь комитета, секретарь полкома авиационного объединения и заведующий отдела горкома партии. Для него и для других комсомолов на мероприятии звучали песни под гитару, как это было в советские времена в кругу семьи или у костра, отдыхавшие после тяжелой работы. Просматривали фотографии тех времен, а также рассказывали стихотворения. «Уходят между пальцев дни, за ними следом водорвутся, а аэродромные огни навеки сзади остаются, как под колосами земля, бежит стремительно на взлете. Так убегает жизнь моя, я в заключительном полете. Тут не помогут тормоза, тут не удався скорость снизить, тут финиш оттянуть нельзя. Его возможно лишь приблизить». На протяжении всего мероприятия комсомольцы рассказывали свои истории, вспоминали счастливые моменты того времени, как преодолевали трудности и желали, чтобы вечер вспоминаний комсомольцев продолжался и в дальнейшем. Константин Меркутшев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета отметил торжественное событие – юбилей первого и единственного директора Валерия Онищенко. Праздничное событие не смогла пропустить и наша съемочная группа. 24 октября директор Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета Валерия Онищенко отметил свой юбилей – 70 лет. На протяжении многих лет Валерий Алексеевич отдает свой долг университету. С самого утра юбиляра поздравляли студенты и преподаватели Кумертауского филиала. Я поздравляю нашего директора Валерия Алексеевича Онищенко с его юбилеем. Долгих лет ему жизни, чтобы у него все было хорошо, ну и семейного благополучия. Сегодня у нас в Кумертаусском филиале Оренбургского государственного университета замечательное событие. Сегодня юбилей нашего любимого замечательного директора Онищенко Валерия Алексеевича. Это замечательный, чудесный человек, педагог и руководитель с большой буквы. Мы с большим уважением хотели бы поздравить Валерия Алексеевича, пожелать ему долгих лет жизни, здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия. И чтобы все-все-все, даже самые маленькие мечты Ваши, Валерия Алексеевич, всегда и всегда исполнялись. К поздравлениям присоединились официальные лица не только на местом, но и на республиканском уровне. В адрес нашего руководителя, в адрес ВАРС, уважаемый Валерий Алексеевич, поступили приветственные поздравительные адреса от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, от корпорации «Техно-Николь» и от некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Коммун-жилрем-строй». История Кумертаусского филиала ОГУ неразрывно связана с именем Валерия Алексеевича Онищенко. Как первого директора, по чьим руководствам филиал успешно развивается. Все началось в декабре 2002 года с письма главы города Кумертау Сергея Афонина на имя ректора ОГУ о возможности создания в городе филиала с целью подготовки квалифицированных кадров, востребованных региональным рынком труда. Приказом ректора Оренбургского государственного университета в 2003 году директором был назначен кандидат педагогических наук Валерий Онищенко. Под его руководством университет не раз занимал высокие места как в научной деятельности, так и в спортивной. Более того, он развивает и творческую деятельность. Благодаря ему образованы творческие коллективы, выступающие на разных фестивалях и занимающие высокие места. В этот день студенты подготовили для директора яркие изжигательные номера. Пусть морщинки с сеточкой ложатся, без очков газет не почитать, но все больше сказок и историй можно внукам на ночь рассказать. Коллектив телекомпании присоединяется ко всем поздравлениям. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». 24 октября в Кумертау стартовал Кубок города по баскетболу среди школ. В соревнованиях участвуют как юноши, так и девушки. Первый соревновательный день попал в объектив нашей телекамеры. КС Баскет. Именно под таким названием проходит школьная баскетбольная лига. Уже в десятый раз город принимает подобные соревнования. В Кубке участвуют школьники старшего возраста. На данный момент заявлено 10 команд юноши и 8 команд девушек. Турнир проходит в двух залах. В гимназии номер один и в первой школе. По словам организаторов, этот год отличительный от других. Выросла конкуренция. Почти все команды будут биться за призовые места. Соревнования проходят на более-менее среднем уровне. Есть команды, которые хорошо подготовлены. Есть команды, которые, конечно, слабо подготовлены. Но в лидерах всегда есть несколько команд. Это девочки, которые у нас команда БРГИ, команда третьей школы, команда гимназии. Вот в этом году уже видно, что девятая школа неплохо подготовлена. Среди юношей у нас команды школы номер один, также гимназия один, также БРГИ, лицей. Ну, почти все команды на одинаковом уровне. Большое количество сильных команд радует как тренеров, так и зрителей. Матчи становятся более интересными и непредсказуемыми. Но во всех соревнованиях есть свои хорошие стороны и плохие. У нас не хватает судейского состава. То есть не все учителя умеют судить эти соревнования. Не у всех получается. Поэтому вот в этом первая сложность. Во втором залы нам предоставляются. Но залы у нас, если сравнивать по размерам, то у нас залы нестандартные. То есть меньше, как бы желательно, желать бы хотя бы лучшего. Ну, а так по судейству, те учителя, которые судят, справляются на оценку хорошо. В первый день было сыграно четыре встречи. Два поединка у юношей, два у девушек. Продлятся соревнования до конца месяца. Где и будут выявлены победители школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.